Девушки отдыхают Ну, друзья, мы приехали в Ужгород, административный центр Закарпатской области Украины. Будем здесь один день, погуляем, посетим замки. Ну, я обо всем вам расскажу и покажу. Так что пошли. От вокзала до хостела мы доехали на такси. Такси стоит 70 гривен. А идти бы нам пришлось, наверное, минут 35-40. Весьма себе хороший хостел у нас, я могу сказать, в самом центре города. И вот такой вот вид у нас из окна. Это центряк. Сейчас я вам покажу наш номер. Вот такой вот у нас местный номер. Две кровати, окно, туалет, рукомойник, столик, вешалка. И все. И всего стоит 272 с копейками гривен. Отписавшись в хостел, помувшись, мы пошли гулять. И вот для начала разминаемся пивком. Пиво Билла. Также сейчас погуляем по центру города, по-старому. И будем искать место, где поужинать. Три подвизора помощи. Всем ужгород, пацаны. Закарпатия – это историческая область в Восточной Европе. Не не в основном составляющая Закарпатскую область на западе Украины. Закарпатская область расположена на юго-западных склонах и предгорьях Восточных Карпат. А также включает в себя Закарпатскую низменность. И граничит с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Закарпатия В разные периоды входила в состав Венгерского королевства, Австро-Венгрии, Чехословакии, СССР. Что, несомненно, оставило свой след в культуре, архитектуре, обычаях, языке и кухне Закарпатия. Покушать мы решили в закарпатском ресторане «Колыба». И у меня суп «Богрич». Это такой аналог венгерского гулеша. Также у нас вершочки. У меня со свининой, у Насти с говядиной. Взяли венчика. Ну, вот только что в этом ресторанчике мы покушали, поужинали. Очень хороший ресторан, очень вкусно и недорого. Так что советую. Ужгород на протяжении всей своей истории до недавнего времени носил венгерское название «Унгвар». Первые письменные упоминания о городе датируются 872 годом. Город образовался вокруг укрепленного замка на горе. Город на мати, заміж доньку віддавати. І від хати, і до хати. Коловейку скрипка грати. Я пінімуся в Карпати. Полонину ватру класти. Пісню заграти. Пісню заспівати. Гей, пісню заграти. Пісню заспівати. Ай! Рего-рего-шар-го-рего-шар-го-рего-эзер-рего-у! Е Exer-рю! Перед сном решили пропустить по бокальчику пива. и зашли в пивнуху корзо 10 такое место крафтового пива ничего такого вкусное пиво и обстановочка такая интересная так что рекомендую ну что друзья наш завтрак на первом этаже нашего хостела и замечательное кафе palermo отзывы вообще отличными вот решили зайти проверить взяли латте какой-то вкусный пирожок не знаю как называется и тирамису все это на месте обошлось 126 гривен все сейчас будем пробовать дегустируйте я думаю что это очень вкусно выглядит в этом случае очень вкусно сегодня у нас по плану посетить два замка уж городский непосредственно который находится в ужгороде и невицкий замок который находится за пределами ужгорода в который надо ехать и для этого мы пришли на автовокзал ужгород 2 мы сейчас будем пробиваясь автобус маршрутку до невицка шоу посетить замок вам показать но друзья не прошло и 5 минут мы уже маршрутки едем в невицк маршрутка стоит 1065 итак друзья ну что мы доехали до невицка на маршрутке ехали минут 15 наверное ехали хорошо только душновато маршрутки и все сейчас у перейдем реку уж по такому на мясном навесному мосту пешеходному и вот там вот на горе находится собственно замок ну вот мы поднялись на гору к невицкому замку замок находится на соседстве 25 метров как пишет в интернете но и от замка остались вот такие вот живописные руины замок находится 12 километрах от ужгородом он был построен в 13 веке на вершине холма над долиной реки уж на месте более раннего деревянного укрепления неоднократно разрушался восстанавливался и усовершенствовался но в 1644 году замок захватил и разрушил трансильванский князь дьорд ракотцы с тех пор замок не восстанавливался дошел до наших времен в виде руин хотя в 19 20 веках предпринимались не единичные попытки восстановить полазили мы по замку замок весьма такой себе сохранившийся я думал что есть вообще руины руины но нет стенки кладка осталось так что почти стоит он небольшой займет свое время где-то наверно 20-30 посетить его все облазить так что советую приезжайте обратно мы тоже ездим на автобусе причем о том же самое что ехали с тем же водителем обратно стоит 9 гривен ехали 15 минут и приехали в ужгород ну а теперь пойдем к ужгородскому замку там погуляем посмотрим ужгородский замок историческое сердце города ужгород закарпатье крепость расположена на холме вулканического происхождения в очень удобном месте на стыке гор и низменности ну вот мы и дошли до ужгородского замка вход на территорию замка стоит 45 гривен впервые крепостью упоминается в хронике деяния венгров основание замка датируется девятым веком связано с легендарным князем лаборцем крепость то время была деревянной состоящая из детинца и чистокола венгры напали на княжества лаборца и сожгли замок в десятом веке территорию стадели завоевали венгры которые начинают встретиться нового здания замок в камне строится в конце 10 начале 11 века и неоднократно после этого перестраивался во дворе замка сохранился фундамент церкви которая была построена еще в 14 веке 1728 году случился сильный пожар в результате которого церковь сгорела есть легенда что именно здесь сжигали ведь настоящее время в замке разместился закарпатский краеведческий музей так друзья прогулялись мы по ужгородскому замку но он такой же отреставрирован по полной программе для туристов очень много групп туристических ну вот видимо поэтому не особо понравился а вот не невецкий замок он мне гораздо больше понравился такой-то старый полуразрушенный народу мало в кустах каких-то находится но он крутой на самом деле крутой ну что сейчас пойдем музей закарпатской народной архитектуры под открытым небом пойдемте и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Погуляли по архитектурному музею под открытым небом И весьма такой неплохой музей, очень понравился Напоминает Тальце, в котором мы были на Байкале Билет стоит 35 гривен, так что советую, сходите, погуляйте Очень так это хорошо сделано Ну что, друзья, посетили мы два замка, даже музей архитектуры под открытым небом И что, время обеда И с вами снова рубрика «Столовка Патруль» Так вот, столовая находится под нашим постелом, где мы живем Называется она «Идальняя на Фединтя» Взяли две окружки, потом вид бивна по Черногорске Это такой скалок И по салату, и по соку Обошлось нам это в 126 гривен Ну что, друзья, вот мы и покидаем город Ужгород Город очень понравился, реально понравился Напомнил мне Выборг Такой же небольшой пограничный городок С историей, исторически красивый В общем, посетить его стоит, очень советую Но, если вы поедете сюда, приезжайте в конце апреля Потому что здесь в большом количестве сидит Сакура А Сакура – это визитная карточка Ужгорода Ну все, купили билеты до Мукачева Билет стоит 33 гривны с человека Ехать где-то в районе Часа с небольшим Все, поехали в Мукачева